Олег Евгеньевич, спасибо вам, во-первых, огромное, что нашли время для нас. Спасибо вам. Мы вас очень поздравляем. Спасибо. Наилучшие пожелания. И хочется, конечно, спросить, вот год 2010, сложный, со всей этой суетой, безумный, коммерческие проекты, люди все куда-то несутся. Где вы? Что у вас на уме? Что вас больше всего сейчас занимает? Вы знаете, вот такая предъюбилейная суматоха, я не ожидал, кстати, что она такая будет. Ну да, я думал, как-то пройдет, я вообще так не думал особо как-то отмечать, но, в общем, не получилось. Мне это придется особо отмечать. У меня на уме пройти вот это юбилейное празднество и начать работать, потому что, в принципе, я уже давно ничего не делал ни в театре, ни в кино. Но, чем, собственно, абсолютно мне не жалею об этом, потому что я, знаете, из тех, кто лучше, меньше, да лучше. Нет, ну я не тороплюсь, потому что мне так удобнее, мне так в искусстве и в творчестве так располагаться. Есть время подумать. Ну да, да, да. Кто-то работает по-другому, кто-то по несколько картин в год. Что, если позволяет время и талант, почему нет? Просто я другого склада, поэтому я хочу вот начать театральную какую-то работу новую и, может, даже кино. Вы хотите в кино выступить в роли режиссера? Да, ну пора, пора. Я долго шел к этому. И сейчас, мне кажется, пора. Знаете, как я к театральному режиссеру достаточно долго шел, потому что я внутри где-то понимал свою тягу к этому ремеслу. Но в какой-то момент вот решил, что могу. И начал это делать. А в кино не было у меня никакого интереса, только я так прохладен. Был к режиссуре киношной. Да вообще кино менее привязан, чем к театру. Ну никак привязан неправильное слово. В кино все-таки ты такой иждивенец немножко, потому что все-таки... Все готово. Все готово. Ты сидишь в хорошем вагончике, с хорошей едой, в хороших гостиницах. В принципе, вкалывает там режиссер. По большому счету там вкалывает режиссер, оператор. Еще помощники режиссера, амминистраторы. Ну нет, группа вкалывает вся. С 12 часов в день эти вкалывают все. Это очень сложная работа. Очень адовая, конечно. Поэтому я немножко боялся. Потом все-таки это несколько особенный взгляд кино на мир. Другие глаза должны быть. Вот они у меня сейчас другие, наверное, к 50-летию. А что примерно вы могли бы экранизировать? Экранизировать я ничего не хочу, потому что экранизировать, я считаю, не очень правильно. Потому что что-то нет, можно наверняка. Но если вещь написана для того, чтобы ее читали, ее нужно читать. А для кино нужно писать сценарий. Оригинальный. Мы не умеем этого. То есть как? Мы разучились это делать. Мы, я имею в виду российское кино. Поэтому мы делаем потоки. Мы делаем или ремейки, или где-то тырим сюжеты, которые перелопачиваем на свой лад, да? То ли делаем экранизации. Но оригинальных сюжетов уже никто не пишет. И это, в общем-то, катастрофа для кино. Так интересно, все-таки, каким вот мог бы быть ваш фильм? Это какая-то маленькая камерная история, или это какое-то там полагно? Это несколько маленьких камерных историй. Несколько. Это такая альманах, краткометраж, пока, как я думаю. И все будут ваши? Или вы как-то наберете? Никому не дам. А вы хотите сказать, что у вас уже готова команда? Вы знаете, нет. Команда, она все время разная. Просто есть люди, с которыми мне приятно и, может быть, не очень правильно для творчества слова, комфортно работать. Но они имеют отношение к товариществу? Кто-то имеет к товариществу, кто-то не имеет никакого отношения к товариществу, кто-то и вообще к профессии нашей. А что же будет с вашим театральным опытом? Все будет как прежде. Все та же гитара. Будет какой-то спектакль. Я вообще хочу давно, чтобы оно работало не на меня, не только на спектакле с моим участием или с моей режиссурой. Но, вы знаете, как-то пока не получается. Я не могу, честно говоря, понять причины. Потому что я бы хотел, чтобы здесь бурлила жизнь театральная, творческая. Где здесь? Вот здесь, где мы в этих стенах, где мы с вами сидим. Чтобы здесь шли репетиции, чтобы здесь люди приходили с какими-то предложениями. Но у вас тут все для этого сделано. Ну, в общем, да. В общем, есть возможности и снимать какие-то залы и так далее. Но мне так кажется, что, несмотря на все наши крики по телевидению наших артистов и так далее, что вот как мы хотим. На самом деле, хотят только наготово идти. То есть, начинать что-то делать самому очень мало кто хочет. Очень мало. Молодые хотят, наверное, но молодые, может, не решаются, может, бояться. Приходите, молодые, мы вас ждем. За последние 5-7 лет, ну, очень изменилась жизнь и в стране, и в городе. И это, разумеется, коснулось и творческой, и артистической среды. Мне кажется, что, ну, очень большие ставки делаются на деньги, вот на какие-то коммерческие проекты. Вы не чувствуете себя немножечко, может быть, ну, растерянным или потерянным вот в этой вот какой-то новой фазе нашей жизни? В денежной фазе? Ну, вообще, да. Вы же просто, ну, вы давно снимаетесь, у вас очень велик ваш бэкграунд, вы разные, в общем-то, и времена видали. Хочется спросить, вот как вам вообще вот такое сегодня? Вы знаете, ну, как сказать, если бы я был помоложе, я, наверное, бросился бы со всей своей страстью и молодым нигилизмом на это все. Сейчас, когда уже, извините, может быть, когда же какие-то элементы мудрости к полтиннику приходят, то вспоминаешь, что времена не выбирают, в них живут и умирают. Но, ну, какой, ну, мы все, ну, все, я не знаю, все тоже не знаю, но мы понимаем про наше время, про то, что происходит в стране, мы все все понимаем. Мужества не хватает иногда говорить об этом открыто, может быть, желаний уже никого нет, потому что очень большой процент просто не веря в то, что можно что-то изменить в нашей стране. Деньги, да, они сейчас решают все. Выступать, ну, не все, нет, я не прав, конечно, они не все решают и не снил этим, но, к сожалению, в нашей социальной жизни, да, они решают. Вот, как говорил герой Андрей Александрович Миронов, деньги, товарищи, еще никто не отменял в Берегите автомобиля, к сожалению. Ну, да, ну, что делать? Да, мы зависим от этих бумажек проклятущих, но если ты кричишь, что это не, значит, нужно что-то предложить, да, нужно что-то предложить, как это поменять? У меня предложений нет, значит, нужно смиряться с этой ситуацией, оставаясь при этом человеком и не изменять своим каким-то внутренним принципам или тем принципам, которые написаны в одной великой книге. А у вас есть какие-то проявления, может быть, ностальгии? Я читала, что было такое, что вы чуть ли не ночью просыпались и вспоминали монолог Чацкого финальный. Нет, ну, во-первых, я просто очень люблю этот монолог, и у меня есть такое подозрение, что я его очень неплохо читал. Поэтому я как-то всю жизнь прошел с этим монологом, я его практически перед премьерой, я его даже не учил наизусть, потому что он уже сидел во мне, да, что мне надо было просто подкорректировать где-то там, что-то вспомнить и все. Я его очень любил, я его и сейчас очень люблю, поэтому, да, иногда у меня бывает такая придурь, я могу скачать и прочитать. Ну, не громко, я все-таки не в психушке, я все-таки дома, но, во всяком случае, он у меня очень часто крутится. Вот просто так, я еду в машине, знаете, как в стекло смотришь так на улицу, тупеешь от этих пробок московских. И вот так вот, бэмс, как мысль, скачет, 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 и потом вдруг на монолог Чацкого вдруг так бэмс и скакнул. Даже сам не заметил, не думал об этом. Внутренняя аудиокнига. Да. Вы знаете, я когда смотрела последний фильм Никиты Михалкова «Утомленный солнцем 2. Предстояние», там так еще интересно смонтировано первая часть и вторая очень близко на стыках, и у меня возникло ощущение, что вот вами лично, как актерам, проделана огромная работа по переходу из амплуа, ну, как бы, юноши в амплуа, ну, взрослого мужчин, уже зрелого человека. Ну, пора, что же, все юношицы. Нет, нормально. Нет, вообще, вы знаете, в этом смысле у мужчин-то гораздо легче, потому что 45-50, в общем, для актера было бы здоровье. Не важен этот возраст, потому что как раз мощное, большое количество ролей, мирового репертуара, великих ролей, только для после этого возраста. Поэтому в этом смысле переход... Нельзя в юношах застревать просто, нельзя там старым мальчиком быть все время. А перейти... Да нет, вы знаете, я никогда, я так боязненно к этому переходу не относился. То есть это не сложно, это само собой, естественно. Мне кажется, нет, мне кажется, нет. Может, кому-то сложно, я про себя говорю. Может быть, у вас нарисовался уже какой-то, может быть, там, список, какие-то вот роли для вас подходящие для, ну, дня сегодняшнего? Вы знаете, я из тех людей, которые не мечтают о ролях, потому что я считаю, что это совершенно глупое занятие сидеть... Ну, сейчас я немножечко в другой ситуации, потому что я могу позволить себе роль, о которой мечтаю, просто взять и сделать. Или пригласить режиссера, или самому сделать. Но, вы знаете, я... У меня все равно, вы знаете, все получается, в общем, в большей мере, спонтанно. Спонтанность, такое, может быть, немножко даже студенческое состояние, когда хоп-хоп придумали. И все-таки спектакль, да, у него долгая жизнь. Получается, вот эта свежесть как-то удерживается? Вы знаете, я в этом смысле, я не знаю, как это получается у нас, но у меня такое ощущение, точнее, ощущение, а это люди подтверждают. Что мы, когда выпускаем какой-либо спектакль, он, что называется, выпускается у нас на вырост. То есть он выпускается первые там три спектакля, четыре, пять. Так, чем ребенок. Они, да, он еще только учится ходить, да, не то, что разговаривать, да. Но Немирович Данченко не случайно говорил, что спектакль надо смотреть только после десятого представления на публике. В принципе, нормальный человек. И вот мне кажется, что наши спектакли, мне так кажется, я смею на это надеяться, что они как вино. Чем дальше, как ни странно, тем лучше. Вот я имею в виду игроки, сколько лет мы играем, сколько лет мы играем игроки. 1900-е, вот они обретают какую-то в очень хорошем творческом смысле основательность и доходят в результате до того образа, который я имел в виду, начиная делать этот спектакль. Знаете, я вас слушаю, у меня складывается ощущение, что театр вам больше по душе. Ну, просто, ну да, у меня же театральное товарищество, понимаете, поэтому оно больше. Поэтому, а куда там кинет завтра? Я вам говорю, вот мне хочется сейчас кино попробовать снимать. Может, я попробую плюну и скажу, господи, зачем я это делал. Поэтому посмотрим. Спасибо вам огромное. Очень интересное интервью. Я вас еще раз очень поздравляю. Спасибо большое. Всего вам хорошего. Желаю вам прекрасного режиссерского дебюта. Надеюсь, все получится. Спасибо. 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 Редактор субтитров А.Семкин